Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Давиду Анташвили нравятся сразу две девушки на поляне. Это Лена Хромина и Кристина Равинская. Скоро на Сейшелы вылетает бывшая участница Рита Керн. Её пригласили ведущие и сейшельские участники. Майя Донцова поздравила свою маму Ирину Михайловну с днём рождения. Женщине исполнилось 45. Майя попросила прощения за то, что иногда бывает грубой. Ты лучшая мама на планете. Я сделаю всё, чтобы ты была самой счастливой. Лидером голосования в ТНТ-клаб за возвращение участника является на данный момент Саша Гозиас. Саша сейчас отдыхает в Таиланде вместе с Костей Ивановым. Ребята сомневаются, стоит ли им возвращаться. Иосиф Уданесиан рассказал о предложении, с которым к нему обращалась Даша Лымарь. Как вы помните, девушка находится в паре с Виталием Малышевым. Дарья сказала ему в душе, что готова на интимную связь, только без камер. Девушка всё отрицает и злится на Иосифа. В сети обсуждают стоп-кадр из ночного эфира. На нём Ольга Рапунцель запечатлена в очень неприглядном виде. Некоторые считают, что этот ужасный вид можно списать на беременность и на болезнь. Элина Камерен продолжает поливать грязью Сашу Задойнова. Сейчас у Саши новая девушка, Ольга Коваль. Он пытается заменить отца для сына избранницы, а своей родной дочери, маленькой Александре, уделяет очень мало времени. Элина жалуется, что он не навещал ребёнка более трёх месяцев. Также она возмущена тем, что Задойнов не даёт денег на содержание девочки. Камерен намерена обратиться в суд и настаивает на том, чтобы судебные приставы проверили деятельность благотворительного фонда, с которым сотрудничает Задойнов. Она предполагает, что он делает это в корыстных целях, чтобы не платить налоги и получать какие-то льготы. Захара Саленко высмеяли за наряд, в котором он появился в торговом центре. Ему пишут, что его одеяние нелепо, в нём он может сойти за своего на гей-параде. Лера Фрост решила уменьшить губы. «Свисток у меня всегда был выдающийся», – пишет она, «но пришло время натуральности и естественности». Кристина Ослина рассказала, что Андрей Черкасов удивляется количеству положительных комментариев в её адрес. Якобы такого не было за всю историю Дома-2. «Мне приятно это слышать и осознавать», – пишет тослино, словами и не описать. Наталья Варвина поздравила своего мужа Алексея Михайловского с днём рождения. Бывшему продюсеру Дома-2 исполнилось 49 лет. Многочисленные неудачные косметические процедуры окончательно испортили лицо Вики Романец. Девушка день от дня выглядит всё хуже, лицо у неё перекосило, она окривела на один глаз. На этом всё, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.